Для медицинских работников в Самаре создаются дополнительные меры социальной поддержки. Например, помощь молодым специалистам до 35 лет. Им положена ежемесячная денежная выплата сроком 3 года после окончания обучения. Медработникам, которые пойдут работать в лечебные учреждения Куйбышевского и Красноглинского районов Самары, компенсируют аренду жилья в пределах 12 тысяч рублей. Родителям, чьи дети в возрасте от 1,5 до 3 лет ходят в частный детский сад, также положены выплаты. Хочется привлечь все-таки молодых специалистов, которые могут выйти на работу, когда ребенку исполняется полтора года. Такая возможность у них в следующем году возникнет, поскольку администрация города берет на себя компенсацию в размере 55 тысяч рублей. По словам главы Самары Елены Лапушкиной, большая поддержка в этой сфере идет от правительства Самарской области и губернатора Дмитрия Азарова. Я думаю, совместные усилия области, города, конечно, нас всех вместе с вами, Думу городскую, губернскую, профсоюзов, союзы работодателей дадут свои результаты. И в ближайшее время мы, конечно, уже получим обратный эффект. И люди на себе почувствуют, что ситуация в здравоохранении несколько улучшается. Здоровье работников разных отраслей также под пристальным вниманием городских властей. Департамент физической культуры и спорта регулярно проводит производственную гимнастику. Благодаря проекту «Спорт. Норма жизни» участие в ней приняли свыше 11 тысяч человек. Проводится личное тематическое мероприятие для их совещания, семинара, губернатора, референция и мастер-класса. По итогу текущего года было проведено 140 мероприятий по вопросу профилактики, производственного травматизма, профессиональные заболевания, в которых принято участие свыше двух тысяч человек. Еще одна важная тема – охрана труда. В Самаре сформирована система подготовки кадров. В 2019-м было проведено централизованное обучение свыше 400 муниципальных служащих. Мэри Елчан, Николай Сидоров, События.